Город Бисп Алтайского края – один из шести городов России и единственный за Уралом, основанный по именному указу царя всей Руси Петра I, как форпост, имевший важное военно-стратегическое значение. В начале 50-х годов XVIII века Биспская крепость стала главной в единой системе оборонительной пограничной линии от Кузнецка до Усть-Каменогорска. Здесь в 1755 году состоялась церемония вхождения коренного населения Алтая в российское подданство в состав Российской империи. В конце XIX – начале XX века Бисп становится крупным торгово-купеческим центром Юга Сибири, торгующим с Англией, Францией, Германией. В советское и настоящее время это второй по значимости город-края – крупный промышленный, научно-образовательный и культурный центр. В 2005 году городу Биску присвоен статус Наукограда Российской Федерации. Это десятый по счету Наукоград России. На территории Биска зарождается одна из десяти крупнейших рек мира – Обь. Из Биска берет начало легендарный Чуйский тракт. Биск – ворота Горного Алтая – крайняя точка в России, с которой начинаются все горные туристические маршруты. А сейчас вы услышите интересную легенду об одном из мест города Биска. В особняке купца Осанова на каждый квадратный метр – по легенде. И каждая может стать отдельным сюжетом для интересной истории. Некоторые очевидцы утверждают, как опускается полночь на старый город, и полная луна заменяет уличное освещение, в особняке на втором этаже в угловом кабинете зажигается свет. Неяркий такой, призрачный. И возникает в окне образ бледного старика с книгой в руке. В два часа ночи он обычно задергивает штору и исчезает. Существует предание, что на крутой лестнице черного служебного хода в свое время разбился маленький сын купца Осанова. Особо впечатлительные посетители музея могут даже услышать на этой лестнице топот детских ножек и звонкий смех. Сотрудники музея, несмотря на свое атеистическое советское воспитание, сами видели проказы шаловливого призрака. Обитатели нового мира периодически сбрасывают картины со стен и хлопают дверями, которые в реальной жизни из-за тугой пружины с трудом открываются. А еще говорят, что по тайному подземному ходу можно попасть из подвала особняка прямиком в заречье, а где-то в стене подземелья спрятана купеческая заначка, полная золотых монет. Наш город неповторимого архитектурного облика, город памятников, самобытная страница Алтая.